Радуйтесь, православные! 19 февраля мы с вами встречаемся на площадке Русской Конописной Школы, чтобы по традиции поговорить о святцах Русской Православной Церкви. И сегодня церковь вспоминает память двух великих подвижников, это преподобный Барсонофий Великий и Иоанн Пророк. Они жили в VI веке и подвязались в Палестине, в монастыре Аввы Сирида. Преподобный Барсонофий родился в Египте. Мы не знаем точных сведений о дате его рождения, о его происхождении. Но знаем, что он пришел в монастырь Аввы Сирида, устроил себе малую келью вблизи монастыря и потом передал ее по наследству своему ученику преподобному Иоанну. Через некоторое время перешел в другую тесную келью вблизи монастыря. И для полноты монашеской аскейзы он также принял на себя подвиг безмолвия и не видел никого, питался только хлебом и водой и так провел 50 лет. И о жизни и подвигах и дарованиях святого Барсонофия и Иоанна сохранилось свидетельство во многих рукописях. И вот как раз это одно из самых известных и классических руководств к монашескому деланию. То есть вопросы и ответы преподобных Варсонофия и Иоанна. Преподобный Иоанн, как я уже сказал, он наследовал келью своего учителя. То есть мы уже знаем, что он учился у Варсонофия Великого. И прожил в этой келье 18 лет. Вот в его первый, в который начал свой подвиг при монастыре преподобной Варсонофии. И тоже мы не знаем, откуда был родом и как прибыл Иоанн пророк в обитель Аввасирида. Но следуя наставлениям преподобного Варсонофия, Иоанн достиг вершины совершенства и стал во всем подобен своему учителю. Именно поэтому к ним и обращались, как к руководителям, к людям опытным, которые могут поделиться тем, что они сами имели в своих духовных борениях. И преподобный Варсонофий Великий пережил своего ученика и друга. Потому что Господь призвал младшего, что, казалось бы, странно, раньше, чем старшего. Но, как бы то ни было, тот классический труд, который от них остался, от людей, которые прожили, казалось бы, тихую жизнь. И, в общем-то, большими свершениями в смысле эпических подвигов, написания книг, гимнов, побед в сражениях, путешествиях не прославились. Но их опыт востребуется всяким следующим поколением. И вместо того, чтобы предлагать вам собственные какие-то вариации на эту тему, давайте я просто почитаю из этого источника. Вопрос двадцать четвертый. Между Аввою Серидом и тем Аввою Иоанном возникло сомнение касательно одного места из Священного Писания. Не согласясь между собой в его истолковании, каждый из них старался перенести это с терпением. Старец же послал им ниже следующий ответ, показывая, что терпение их было не чуждо смущения и получая пребывать в совершенной безмятежности. Возлюбленный сын мой, не подумай, чтобы вы сами собой постигли смысл вчерашней главы в послании святого апостола Павла к Солунинам. «Но я, зная суетность терпения вашего, как смешанного с гневом, помолился о вас Богу, чтобы он дал вам постигнуть смысл той главы». Посмотрите, на великолепные формулировки. Вот опять не могу не прерывать сам себя. «Чтобы он вам дал постигнуть смысл, потому что суетно терпение ваше, как смешанное с гневом». И поэтому действительно, вот если мы проявляем такое напускное терпение, терпение с усилием, то вот оно слишком часто смешано с гневом, а этого надо избегать. И сверх того, обратите внимание и на главы, которые будете читать сегодня из посланий святого апостола Павла и святого Евангелия, как их имеющий тот же смысл. И прочтите их до трех раз, вникая в силу слов ради пользы душевной. «Много терплю, я опекусь о вас по Богу, потрудитесь же со мною, и вы примите на себя подвиг, чтобы удалить от себя гнев и раздражительность, а это при содействии Божьим требует подвига». А главы, о которых пишу я, суть следующая. Из первого послания к Саунинам от слов «Молим вы, братья, знаете, труждающихся у вас и настоятелей ваших о Господе» до конца послания. И также из первого послания к Коринфянам от слов «От духовных же, братья, не хочу вас, не видите, вести, як и их да неверны бести» и до сего. «Но в церкви хочу пять слове с умом в моем глаголоте, да и ины пользую, нежели тьмы слове с языком». И на этом кончается ответ. И дальше. Ответ 52-й того же великого старца, к тому же, когда он говорил о неустройстве в мире. Это вот мы сейчас слышим повсеместно, что это заговор, это рептилоиды, это проект по геноциду, это, ну, то есть о нестроениях в мире, да. «Брат, пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию, так как все пришло в смятение. Если хочешь быть спокойным по всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Разумеешь, что я говорю это касательно помыслов и касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Безмолвствуй с миром». Это же прекрасно, да. Вот посмотрите на краткость и на тот духовный опыт, который вложен в эти краткие словеса. «Будем внимать себе и обучаться молчанию, так как все пришло в смятение». Если кругом хаос, то зачем добавлять хаос своими высказываниями, верными или неверными. Они в хаосе верные не будут услышаны, а неверные только произведут еще толику смущения и еще чуть больше нестроений и недопониманий. И вот, да, касательно всяких... Разумеешь, что я говорю касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Безмолвствуй с миром. Следующее. Что же есть послушание? Да, вот тоже много, как раз, надобратили послушание и так далее. Что есть послушание? О чем я должен молиться? И если кто скажет мне, помолись о мне, что мне делать? Должен ли я всегда поминать его? Ну, прям про нас с вами. То есть, не Палестину 6 века, а вот прям вот, как будто на улице мы услышали случайно чьи-то сетывания. Послушание состоит в том, чтобы отсекать свою волю, но без труда никто не может приобрести послушание. Когда ты пребываешь в келье ради послушания, а не ради телесного покоя, это не есть твоя воля. И ты пребываешь так не по пристрастию, но угождаешь Богу. Если же ты пребываешь, услаждаясь успокоением, то не угождаешь Богу. В молитве же говори, Господи, избави мя грехов моих и от страстей бесчестно. Когда кто скажет, помолись о мне, скажи в сердце своем, Бог да помилует нас, и этого достаточно. Опоминать его всегда дело не твое, но совершенных, могущих молиться друг от друга. Опять же, если мы не стяжали совершенства, давайте не будем делать вид, что мы великие молитвенники. Если нас попросили помолиться о человеке, вот, пожалуйста, помянули его за литургией, и тут надо ограничиться. Отец мой, что значит вменять себя ни во что? Брат, вменять себя ни во что значит ни с кем не сравнивать себя и не говорить о своем добром деле, и я это сделал. То есть обратите внимание, как тоже точно и верно и кратко выражена мысль. То есть это не я червь, я грязь, а я ни с кем себя не сравниваю. Сравнивают пусть с собой другие себя, а я вот настолько мал, что меня сравнить даже не с кем и ни с чем. Вот это и есть вменять себя ни во что. Ну и, наконец, злободневное, и это и будет вишенкой на торте в этот день. Если я нахожу что-нибудь полезным для некоторых, должен ли я сказать то, не будучи спрошен о себе? Ну, прям вот, братья и сестры, про нас. Нас не спрашивают, но мы знаем, как вести себя другим, как обращаться с детьми, как вести себя в храме, как заходить в троллейбус и так далее. И, опять же, когда к нам кто-то подходит и говорит, вот вы знаете, сейчас я буду вас учить, не благодарите, вам сейчас полегчает. И если брат, которого это касается, будет старше меня, про осуждение священников, архиереев, патриархов или клирик, сказать ли мне о нем Авве или промолчать? Когда меня спросят, то как отвечать? Если же полезно говорить и самому по себе, то как мне говорить, чтобы не показаться притворным, то есть избежать смирнословия и не говорить, как бы уча совластью? Посмотрите, какой длинный вопрос и замерьте ответ. Отцы сказали, что хорошо говорить Бога ради, хорошо и молчать Бога ради. Слова же их значат следующее. Говорить, как я сказал, не по страсти, хорошо, ибо говорящий таким образом Бога ради говорит. А когда кто-то видит, что хочет что-нибудь сказать по страсти, то если промолчит, хорошо сделает, ибо он умолчит Бога ради. Если же хочешь говорить по Богу, не забудься о том, что сказать, иначе ты не исполнишь заповеди. Но предоставь это дело Богу, и он вложит в уста твои, что сказать для пользы. Бог силен припоясать и нас немощных силою. Он да укрепит тебя, брат. Не убавить, не прибавить. Хорошо говорить Бога ради, хорошо и молчать Бога ради. И давайте мы на сегодня и закончим. И замолчу я, надеясь, Господа ради. А вас призываю, если вы еще этого не сделали, подписаться на канал, нажать на колокольчик. И возвращайтесь завтра, 20 числа. Мы с вами поговорим о преподобном Луке Илладском. А на сегодня все. Храни вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok